здравствуйте мои дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая так не делайте такие лица тема банана продолжается если вы мои дорогие очень любите эту ягоду банан то не возбраняется есть ее с утра худосочным девочкам можно два-три банана в день и мальчикам тоже хотите нарастить свою мышечную массу ешьте на здоровье но только не забывайте что подкачиваться надо иначе это все поплывет если вы хотите съесть банан то это всегда утро или день никогда на ночь банан есть не рекомендуется да еще запить молоком нельзя употреблять в пищу банан тем людям нельзя категорически тем у кого сахарный диабет это очень важно здесь мало глюкозы и фруктозы но зато огромное количество сахара это плохо кончится и еще если вы имеете диагноз тромбофлебит вам тоже нельзя есть бананы категорично нет потому что есть вещество в банане который сгущает кровь услышали меня вот правда уникальная уникальные вещества находящиеся в кожуре банана они меня просто знаете поставили в тупик я и в общем то даже не предполагала что именно в этой кожуре которая так выглядит да и конечно ее скорее хочется отправить помойное ведро вовсе даже не стоит этого делать пожалуйста просто помните что если вдруг на отдыхе вас укусил какой-нибудь змей летучий комар там или не важно и появилась опухоль на коже возьмите кусочек банана и натрите это место и и покраснение пройдет и опухоль присядет если вы чистите зубы и хотите добиться белоснежных зубов пожалуйста после того как вы почистили зубы протрите свои зубы вот этой кожурой банана мягкой ее частью во-первых вы нейтрализуете все что в зубной пасте плохо все химические вещества а зубы ваши будут отбеливаться сами по себе фруктовые кислоты способны это сделать без вмешательства стоматолога да мои дорогие а вы думали и еще в составе вот этой кожуры банана находятся вещества ну просто суперские прочитаю правильно трип то фан в день человек должен получать 0 25 миллиграмм триптофана а знаете что это за вещество а это то вещество которое это аминокислота на самом деле которая способствует отторжению в организме человека клеток пораженных больны клеток пораженных вирусом и чужеродных клеток то есть раковых вы представляете себе а у нас в организме вещество это не вырабатывается поэтому если делать например квас на шкурках банана это правда не так просто как кажется но и не так сложно как хотелось бы мне по крайней мере чтобы вас заставить думать и заставить делать то что для вашего здоровья крайне необходимо так вот если это вещество триптофан будет отсутствовать в организме то гарантировано заболевание знаете чем диабетом туберкулезом онкологии и даже слабоумием составе вот этой кожуры невзрачной есть очень много мука полисахаридов а это знаете что такое это гепарин и выговариваю гиа муроновая кислота гиа муроновая кислота уникальна ее присутствие в организме нашим гарантировано было бы гарантированной защитой от тех заболеваний которые я вам назвала но она существует ее продают только один килограмм от и кислоты стоит 1 миллион долларов поэтому если вы будете делать квас и пить его тогда вам все достанется бесплатно тем более что делается он только из шкурок банана а не из самого плода банана тратиться не придется если взять бананы например а я уже говорила да высушить их и растереть порошок вы получите прекрасное средство от глистов цепней и прочих солитеров вот очень хочется чтобы вы понимали необходимость того о чем я говорю а теперь про дачу а продачу вот что делает шкурка банана и про домашние цветы вы должны высушить банан но опять же не в духовке и не в печке однозначно нет порежьте на мелкие кусочки и на толстое полотенце отправьте на батарею вот то что у вас получится ну в принципе можно и сырые прикопайте вот такие кусочки например да ну три четыре пять кусочков под поверхностью почвы так вы закопаете или вот так разницы нет под поверхностью почки 2 почва 2 сантиметра простите заболталась значит вот находясь под поверхностью почвы но тем не менее нагреваясь на солнце а почва у нас всегда нагревается первое отсюда будут исходить пары калия и эти пары терпеть не может тля и вряд ли на ваших растениях тля заведется но не усердствуйте три четыре пять максимум таких кусочков иначе к вашему кусту соберется целое братья вредителей там грызунов и так далее надо чтобы было достаточно мало если вы готовите под посадку горшок для цветка или для растения на даче нарежьте мелко-мелко можете сушеных уже ввести в почву и перемешать с ней но немного на объем ведро примерно знаете ну столовая ложка достаточно если в копаете сырые то уже через 10 дней бактерии почвенные съедят такие кусочки полностью это лучшее питание если вы будете настаивать шкурки банана в банке дома в воде а можете и в ведре на даче и поливать свои любимые растения они отзовутся на этот на ваше угощение и цветением и красивой листвой и долголетием я бы сказала потому что здесь столько веществ питательных кроме того что я называла здесь и калий и фосфор здесь и кальций здесь и железо иметь и масса веществ даже говорить не хочу потому что вы сами все это прочитаете я надеюсь и уясните для себя какая польза от шкурки этой ягоды а не от самого плода это для наращивания мышечной массы давайте деткам они с удовольствием это едят пускай растут здоровыми и крепкими а вы делая квас и угощая свои любимые растения будете всегда красивее всех и цветы лучше всех и огурцы лучше всех и не бойтесь попробуйте вот все отходы в огороды помните у нас такая тема и еще для любимого организма всего вам доброго и до свидания